всем привет вы на канале секреты вязания многие меня просят показать как же вяжется снуд в два оборота жемчужным узором часто спрашивают сколько пряжи уходит какими спицами лучше вязать и так далее поэтому сегодня мы будем вязать именно такой снудик для вязания мы будем использовать турецкую полушерстяную пряжу alize lanagol плюс 100 граммах 140 метров пряжи и у меня цвет 141 если кому-то понравится красивый такой синий цвет электрик также нам понадобится спицы номер 7 у меня есть видите прямые спицы с таким ограничителем чтобы петельки не сползали или можете взять обычные круговые спицы на леске ширина готового снуда у нас получается 32 сантиметра и для такой ширины нужно набрать 36 петель набираем петли обычным способом и если хотите снудик пошире то наберите больше петель 40 например если поуже то меньше например 30 если вы хотите такой снуд связать из какой-то другой пряжи то свяжите образец и измерьте сколько у вас в одном сантиметре петель если например у вас в одном сантиметре две петли то есть у вас более тонкая пряжа чем у меня то тогда желаемую ширину снуда вы умножаете на эти две петли и в итоге если вы хотите снуд 32 сантиметра шириной вы умножаете 32 на 2 и получается что нужно набрать 64 петли на образце я покажу как мы будем вязать будем вязать жемчужным узором или рисунком рис 1 на 1 снимаем кромочную и вяжем лицевую одну дальше 1 изнаночную или бабушкиными вяжите или классическими как хотите лицевая изнаночная и так до конца ряда предпоследняя изнаночная и последнюю всегда будем вязать изнаночной разворачиваем вязание вяжем второй ряд снимаем кромочную и смотрим там где у нас лицевая образовалась нам нужно провязать изнаночной провязываем там где у нас образовалась изнаночная вяжем лицевую там где лицевая изнаночная там где изнаночная вяжем лицевую меня кто-то спрашивал как отличить лицевую от изнаночной петли посмотрите в изнаночной петельки вот есть такой бугорок спереди видите такая протяжка а лицевая вот она выглядит как будто бы такая галочка вот вот она внизу вяжем таким образом до конца последнюю кромочную как всегда вяжем изнаночной связали два ряда жемчужным узором и дальше мы продолжаем чередовать первый и второй ряд то есть постоянно вяжем шахматном порядке петли в каждом рядочке вяжем там где изнаночная лицевую а там где лицевая изнаночная и так мы вяжем поворотно обратными рядами наш снот пока не достигнем длины примерно 146 или 150 сантиметров и давайте покажу что делать когда у вас закончится один моточек пряжи и нужно присоединить ниточку мы снимаем кромочную петлю берем ниточку от другого бочка и складываем вот так вот чтобы у нас получилось две нитки вместе смотрим на рисунок у нас следующая петля изнаночная и мы провязываем ее лицевой вот так вот получается здесь две петельки дальше мы нитку которая закончилась убираем и оставляем ниточку только от нового кубочка дальше продолжаем вязать этой пряжей в изнаночном ряду вот эти две петли просто провязываем как одну по рисунку старайтесь всегда новую ниточку прикреплять где-то в начале ряда вот я прикрепляю видите на второй петли и тогда вот такие получается два хвостика которые удобно аккуратно с краю спрятать вот я довязала снот длиной у меня он вышел полтора метра ровно и теперь будем сшивать вот таким образом нужно сложить эта сторона где мы начинали вязание и нам нужны посмотрите видите такие волны вот с этой стороны здесь немножко смотрится рисунок по-другому нам нужно именно эта сторона вот так вот и и прикладываем к спицы нам нужно отмерить пряжу в которой мы будем сшивать берем вот этот кончик видите вот закончилось вязание вот здесь вот и отмеряем 3 ширины снуда 1 2 и 3 вот здесь вот ниточку обрезаем вставили нитку в иголку и начинаем сшивать вот посмотрите у меня с этой стороны остался небольшой хвостик после набора петель вводим сначала иголочку в эту петлю что на спице и подтягиваем ее вытягиваем вернее вот эту нитку все до упора вот так дальше вводим иголку вот сюда на второй стороне снуда самую крайнюю петельку вот так и подтягиваем до упора теперь возвращаемся назад и вводим иголочку вот сюда вот в этот бугорок видите его хорошо видно вот он вот следующий вот следующий вот первый сюда и вводим и затягиваем до упора теперь вводим в эту петлю что снимали со спицы вот она главное ввести в центр петельки а не расслоить нитку вот так и сразу же вводим в следующую петлю на спицы снимаем ее и затягиваем до упора дальше вводим иголочку снизу вверх опять в этот же бугорок так подтягиваем и обратно сверху вниз следующий бугорок вот сюда я ввожу и затягиваем до упора теперь петельку которую снимали вот она центр петли и следующую который на спицы снимали и затягиваем до упора так управляем аккуратно снова снизу вверху бугорок сюда подтянули и сверху вниз следующий бугорок вот сюда подтянули опять в петельку которую снимали со спицы и следующую которая на спицы подтягиваем дальше снова вводим сюда в бугорок снизу вверх потом в следующий сверху вниз потом в следующие вот эти петельки так сшиваем до конца если хотите можете сшить снут любым другим способом который вам нравится так вот я уже почти сшила свой снут увожу сюда снизу вверх иголку у вас должно быть так каждый вот этот бугорок должен находиться напротив какой-то петли лицевой или изнаночной поэтому у вас не должно получиться что на одной стороне у вас останутся какие-то лишние петли она вторую же их нет теперь вводим сверху вниз самую крайнюю вот сюда петельку подтягиваем петлю которую снимали со спицы вот она и последнюю убираем спицу подтягиваем еще раз в эту крайнюю петлю снизу вверх вот так все вот такой у нас должен получиться аккуратный шов теперь выводим эту иголочку на изнаночную сторону и здесь нужно будет посмотреть как лучше вывести чтобы у нас образовалась косичка видите по краям у нас косички из кромочных выводим вот сюда и у нас сформировалась косичка еще одна вот это так теперь будем прятать кончик кончики вы можете прятать любым способом который вам нравится так подтяну сюда я просто протягиваю ниточку от дужки наших петель теперь давайте обратно сюда введем убираем иголочку и ниточку расслаиваем напополам вот так теперь возьмем крючок потоньше протянем одну из этих ниток вот так вот и завяжем узелок и второй раз затягиваем потуже можно еще один раз завязать очень туго вот так по шерстяная пряжа она не скользкая поэтому узелок не развяжется дальше берем протягиваем эти две ниточки вместе под вот эти бугорки на изнаночной стороне если хотите можете еще раз расслоить нитку завязать узелок и дальше протянуть два кончика сантиметра на 3 и ниточку обрезать как правильно ухаживать за нашим снудиком смотрим на этикеточку лучше всего снуд стирать руками и сушить на горизонтальной поверхности просто разложить на сушилке после стирки он полежит высохнет и все гладить эту пряжу можно но наш снуд имеет такой узор рельефные что лучше его не разглаживать даже после стирки его уже сразу можно носить без какой-либо глажки он и так будет отлично выглядит этому снудику я буду вязать еще шапочку и постараюсь снять для вас мастер-класс как сет шапочку подписывайтесь на мой канал и следите за новыми видео всем пока субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»